всем привет я так давно здесь не было давно 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 я решила зайти как у вас дела а я слушаю джаз радио привет привет всем привет ты супер спасибо приветик всем привет что с бровями что с бровями может быть мало отсвечивает как она как всегда красивая предкрасотка письмо большое пиво пьешь нет я вообще не пью алкоголь и вам не советую расскажи про сетевой сетевой это очень крутая тема про него очень долго рассказывать напишите мне ватсап я вам расскажу кто за рулем я за рулем куда есть но пока не еду я короче я сегодня первый день за рулем в москве опоздала короче на маникюр и поэтому отсвечивает очень короче опоздала я тебя зовут в прямой эфир редакция журнала там 2 покажи свой маникюр у меня считай нет этого маникюра вот короче опоздала я на маникюр мне сказали ждать час а я не могу ждать час и поэтому я сейчас поеду в офис к своим ребятам очень по ним соскучилась была на байкале нет не было как погодка но вообще конечно дождливо холодно вот но сегодня так солнышко вроде чуть вышло как сынули хорошо очень скучаю по нему скоро приедет вообще должен был волгоград приехать мы вместе должны были в москву вот но так получилось что и он там чуть-чуть задержался и мне нужно было раньше москву и короче вот он москву едет скоро его жду очень скучала по нему такой сладеньким а смотрю на него блин на самом деле дети вот недельку не не увидишь ребенка и все как будто вырос вообще с кем сыночек с папой и с бабушкой алина скажи нормальный тц в волгограде торговый центр торгушка ну вот потом акварель так недалеко от меня ну а так европа сити мол так больше не знаю сама за рулем по трассе ну мы с папой вместе были папа мне помог ужасный свет на что сделать так получше вроде вот по трассе с папой приезжай видная моя дочка тебе делать маникюр с покрытием сегодня уже никуда не успею вот только обидно я не могу просто без маникюра ну как могу ну блин я начинаю короче я баловаться лен я зарегала свинель что мне делать дальше обратиться к вашему наставнику если ваш наставник я то напишите мне ватсап если вдруг я у меня ответила продублируйте мои сообщения а если ваш наставник не я то обратитесь к своему наставнику он вам обязательно поможет комсомол тоже неплохой ну да но комсомол вообще очень далеко от меня очень далеко вот почему в интернете пишут что это развод ну заборе тоже много чего пишут но это же не значит это правда москве не живешь больше как мне не живу живу в москве есть родственники в чите у кого у меня нету похоже на ручки себя хорошо ну конечно ты мой наставник а все если я ваш наставник значит напишите мне ватсап я вам сейчас отвечу сейчас как раз еду в офис встречу со своими ребятами поработаем и как раз отвечу на вопрос и все а вот в советском районе живешь в волгограде вообще в кировском но у меня там родные живут я в москве живу сколько тебе лет мне 23 года даже не верится 23 года 23 скоро будет 24 представляете вообще все такое нл нл это сетевой бизнес который приносит очень большой доход жадная не и не жадная наоборот я люблю делиться я люблю помогать вот на дом 2 не хочешь нет кстати на игры иду в это воскресенье на дом 2 утренние игры ты прошу он не отвечаешь про какой шоу честно про дом 2 слишком много вопросов я уже устала какие были трудности в развитии сетевого очень было много трудностей ну первое это наверное незнание вообще в принципе сетевой сферы это страх проводить встречи страх звонить ну и там всякие такие вот моменты но тяжело было честно я не скажу что было все так легко не вот не выглядишь на 23 старше правда кто-то мне вообще сказал что я выгляжу на 27 представляете так вот а кто-то говорит на 16 все по-разному сколько ты весишь ну всегда по-разному ну где-то 54 короче от 53 до 50 максимум 56 максимум так в основном 54-55 где можно зарегистрироваться в аннеле напишите мне в ватсап и я вам скину ссылку для регистрации выгляжешь на 35 большое спасибо я знаю что я так хорошо сохранилась короналдо круче месси не знаю что губы накачала нет я не качаю губы все меня почему-то спрашивают какой рост метр семьдесят восемь губы большие ну что могу поделать что у меня такие губы я с ними ничего не делаю кстати утром у меня они бывает очень опухают и прям как будто у меня пчелы покусали вот у тебя второй подбородок что вы что что вы еще мне скажете мои добрые мои добрые друзья кривые брови второй подбородок выглядишь на 35 ужасные стрелки во что-то как-то я вроде черный стройник но какая-то такая не на самом деле комментарии в интернете никак не понижают мою самооценку давай с тобой пиво попьем но не пью я пиво тем более с незнакомцами так что на личном как никак ну как сказать я не занимаюсь развитием личного личной жизни но в плане и они никого не ищу я занимаюсь работой занимаюсь своим ребенком занимаюсь собой все губище да что же у меня с губами они у меня не такие большие вот так завистники да нет я на самом деле я шучу я нисколько вообще не расстраиваюсь когда мне что-то плохое пишут ну вообще нужно этому научиться есть ухажеры конечно есть как же без этого есть но как-то я не знаю я как-то себя чувствую на самом деле очень дико ну представляете после четырех лет брака и я уже забыла что такое свидание я уже забыла что такое красивое ухаживание как себя видишь через пять лет с доходом с доходом как минимум в пять миллионов с загородным большим особняком с большой семьей заботливо любящий муж и трое четверо детишек четыре года в браке это еще не показатель а я вам что говорю что это показатель или что я вам говорю о том что я была четыре года в браке и ну для меня вот даже там какие-то ухаживания или что для меня это как-то дико я не могу еще к этому ну не то чтобы привыкнуть короче как-то контакты ватсапа можно в ватсапе в шапке профиля в инстаграме стоит через пять лет столько не родишь сколько троих не рожу ну двоих ну двоих могу родить почему бы нет но самое главное самое главное чтобы была семья и муж поэтому пока что учиться в институте хочешь ну на самом деле у меня были такие мысли вообще хочу восстанки на поступить сейчас короче разгребусь со всеми делами время все лечит на места расставляет на согласно саша часто видишься нет не часто достаточно очень редко саша 5 да конечно сейчас вот робик у саши и вместе отдыхают вот ну конечно у нас так сначала были напряженные очень отношения ну вроде более-менее наладили общаемся надеюсь как друзья вот что в любом случае он для меня не чужой человек какой-то да вот вот вопрос саша любишь до сих пор есть ли чувства нет не люблю как мужчины не люблю вот как близкого человека может быть да ну в плане как все таки он отец моего ребенка и через столько всего прошли да я не могу просто равнодушно к этому человеку относиться саша говорил что ты пипец злая ну саша были эмоции он на меня был в обиде и я тоже много что про него говорила поэтому какой тебе бизнес я занимаюсь сетевым бизнесом уже полтора года какой спорт робика дашь в волгограде он ходил на футбол но здесь в москве я хочу тоже воды на футбол и еще хочу что-нибудь творческое с садик робик не ходит в москве ходил потом когда мы уехали в волгоград не ходил сейчас он вернется будет тут ходить в москве да в омске не была с губами я ничто не делаю ребят может быть так от и отсвечивает сильно кажется что они у меня не делали с губами как у саши наличными честно говоря я не знаю мы не разговариваем об этом что за машина тебе mercedes как мама вы поживает ну вроде хорошо робику четвертый год уже пошел реснички я не наращиваю нет цвет волос ну вообще не такой же просто я иногда окрашиваю иногда очень редко ну то есть как там замуж раз в полгода вот робик у папа это где это в лермонтове на кавказе сама будешь да что делаешь ну сейчас поеду в офис вот своим ребятам поеду пробик тоже поеда хорошо ну как сказать но у него есть слух какой цвет волос вообще я хотела мокко но у меня прям мокко не получился ну или получился или туда отвечу я так не знаю почему саши разошлись ну к сожалению мы поняли что мы не можем жить вместе вот несмотря ни на что в какой стране хотела бы быть я хочу посетить бразилию и исландию но жить хочу в россии какая ты в душе в душе или в душе такая я не знаю про себя очень трудно всегда рассказывает на самом деле есть новая любовь нет нету магадан посетить не хотела бы ну не знаю пока что мне там нечего делать если вдруг по работе или как-то может быть там и буду что думаешь о дружбе мужчины и женщины не знаю честно мне кажется что рано или поздно один из друзей может нарушить эту дружбу поэтому как бы я общаюсь с парнями как с друзьями ну прям так чтобы у меня был близкий какой-то друг мужчина такого наверное нету куда едешь сейчас пойду в офис на поклонку губы перекачала я не качаю губы я с губами вообще ничего не делаю никаких манипуляций волос у меня свои блондинку мне не пойдет только если какой-нибудь если только может быть какой-то цвет карамели у меня был такой вроде ничего в волгограде на мерседесе ездила на с какого города вообще из волгограда живу москве а саша что в лермонтове живете я с пятигорска но он там не живет он сейчас у родителей хватит чавкать что значит хватит чавкать что живешь в своей квартире да сколько лет 23 года очень жаль что вы расстались ну к сожалению бывает так мне тоже когда-то было жаль но потом я поняла что не нужно жалеть нужно жить дальше как форму поддерживаешь я правильно питаюсь использую функциональное питание в своем рационе на спорт пока не хожу если будет обязательно пойду питание самое главное это питание ну и чтобы как-то тонус мышц был спорт как наличным сейчас я уже говорила что наличным никак то есть я ни с кем не встречаюсь честно даже об этом и не думала есть конечно как ну как сказать ухажер или как есть мужчины которые проявляют знаки внимания есть такое да ну раньше нужно было его бросить ну чужая семья потемки поэтому что кушаешь какой у тебя рост рост мне метр семьдесят восемь кушаю ну я например стараюсь не есть жареное мучное люблю очень фрукты овощи люблю на пару овощи вот я не кушаю мясо не пью алкоголь вот куда алёны дело алёна в Волгограде я ее зову и говорю приезжай приезжай я тебя жду может быть приедет сейчас пока пока не может вы же часто ездите по горам как Рубик переносит дорогу может что-то честно он хорошо переносит дорогу то есть у нас не было каких-то трудностей и самолеты тоже и ну хорошо причастка очень нельзя спасибо и она же помогает похудеть конечно тоже низкокалорийное питание похудение идет за счет дефицита калорий такой слушаешь музыку но сейчас джаз например ты красивая и мамаха и хорошая мама спасибо большое спасибо но я конечно на самом деле очень к себе критично я никогда как сказать я никогда себя не хвалю что я там такая в этом деле хорошая в этом деле там лучше нет я наоборот всегда замечаю свои ошибки справляюсь сколько весишь где-то пятьдесят четыре пятьдесят пять где-то так красоточка правда прелесть спасибо тебя на днях видел логограде вот и шустрая уже в москве да я такая как рисуешь стрелки красиво кто-то мне сказал что они кривые представляете на самом деле я уже давно рисую стрелки и у меня всегда короче не получается чтобы они одинаковые были на я стараюсь конечно стираю заново рису стираю заново рисую ну короче куда едешь в офис сейчас поеду сейчас пока не еду я за рулем не отвлекаюсь то что я водитель начинающий не на телефоне на что я не отвлекаюсь не разговариваю тем более в эфире прям не сижу что нужно делать в бизнесе строить структуру строить сеть и рекомендовать получать деньги пассивный доход очень крутой бизнес когда как понимаешь себе настроение когда хандришь это вкусная еда это друзья какие-то развлечения это внутренняя мотивация это построение планов на будущее ну если тебя встретить в москве или влагограде то можно с тобой сфотографироваться ну конечно можно но я же я же не не кусаюсь конечно чья хата то какая хата в пробке нет я на месте ставим красивые брови все кстати вот на вкус и на цвет что называется кто-то писал что с бровями кто-то пишет красивые брови кто-то пишет кривые стрелки кто-то пишет как ты так рисуешь красивые стрелки сколько тебя знаю со школы стрелки рисуешь а те кто говорят что не кривые значит у них кривые значит ты согласен но раньше я ужасно их рисовала когда была в школе особенно это было что-то с чем-то вот любимое блюдо раньше это было мясо по-французски но теперь я не ем мясо поэтому это рукола с креветками пятигорцы не собираешься пока нет но не планировала могу тебе написать директ по одному делу пообщаться ну конечно пишите пообщаемся просто с алибековой за фото деньги как-то я нет я не беру брат с кем-то живет брат с папой с дедушкой ну как волгограде креветки не мясо нет креветки это морепродукты сколько берут сколько берут а про что это почему не ешь мясо не знаю я решила просто в какой-то момент что я не буду есть мясо не знаю как-то так получилось да с алибековой на юге за фото деньги брали какой рост при таком весе метр семьдесят восемь у меня рост где сын сыночек с папой с бабушкой на каникулах отдыхает мама решает дела и и занимается собой куда поступил брат и на кого волгу на политологию вот поэтому я говорю так геша станешь политиком у меня будут связи будешь мне помогать будешь сестре помогать как можно отказаться от мяса вот так просто взять и отказаться что креветки это мясо креветки это морепродукты кем работаешь у меня веду сетевой бизнес уже полтора года что ты пьешь что на а сейчас сейчас кофе любишь сладкое да раньше его очень-очень много ела сейчас уже редко кушают почему ты не отвечаешь ты куришь а вообще не курю иногда может быть так я могу очень-очень редко губы свои энерджи помогает даже без спорта да конечно это же питание низкокалорийные квартиру выиграла машина выиграла ты везучая просто в какой-то момент я подумала зачем что-то покупать если это можно получить бесплатно но бесплатно в каком плане также своими усилиями то есть я вообще за то чтобы девушка женщина мама неважно чтобы женщина была самостоятельной чтобы она ни от кого не зависела чтобы она не зависела от родителей не зависела от своего мужчины чтобы у нее было всегда все свое потому что ну на самом деле это очень важно тем более когда человек сам чего-то добивается ему потом очень легко будет восстановиться если вдруг мало там раз да там папенькин сынок да там ему папа бизнес подарил там деньги у нее есть бац там отец обанкротился там не знаю денег нет все деньги больше не поступают и человек не сможет сам также подняться потому что он не знает этот путь от от и до поэтому налог с выигрыша платила нет не платила вот поэтому я считаю что нужно двигаться самой если мужчина не знаю там помогает работает это очень круто это классно но тем не менее не знаю я не могу в общем сидеть дома это точно не для меня то есть есть как бы девушки которые говорят там вот там мужик работаю я буду сидеть дома заниматься хозяйством там детьми и так далее вот кто-то пишет есть мясо зверей мясо рыбы мясо раков мясо моллюска во всех случаях в пищу употребляйте мышечные волокна и не за первый раз слышу возможно я ошибаюсь и не буду там утверждать что-то доказывает но я всегда считала что креветки это морепродукты что-то не что-то не мясо вот я не знаю я обязательно посмотрю в интернете потому что мне интересно какую машину выиграла не выиграла а как сказать получила в подарок от компании в которой работаю уже полтора года это сетевой бизнес получила за определенные заслуги я такая не одна таких уже больше 400 человек сильно губы стали больше дома 2 я не видела разница заметна правда я ничего со своими губами не делала правда я на самом деле вообще стараюсь отвечать честно даже вот кто-то меня спросил ты куришь как бы я не курю но иногда я могу и как бы я лучше скажу то есть я не смогу соврать потому что ну как бы люди меня знают друзья мои знакомые они меня как бы ну увидят и поймут что я как бы вру зачем смысл ворать здесь все равно все тайное становится явным поэтому я стараюсь всегда говорить правду не хочешь корызи а то нет я давно делала и до сих пор отращиваю волосы хочу длинные даже поэтому наращивала как бы ну и как бы и сейчас даже наращивать не хочу через сколько получила автобон за два месяца закрыли мы квалификацию губы свои не гиалуронка нет губы свои я против гиалуронки нарощенных ресниц нарощенных волос нарощенных ногтей ну как вообще против но когда там что-то там например у меня был конкурс красоты да я на финал нарастила волосы для выхода а так я как бы не наращиваю то же самое ну ресницы вообще не люблю нарощенные потому что это дико неудобно для меня что за товар продвигаешь по сети об этом расскажи напишите мне вотсап я вам все подробно расскажу фу из-за брехни губ выхожу выходите боже мой что извините что это задело так ваши чувства ты поправилась вообще я не поправилась просто я как-то так сижу как-то держу телефон в таком ракурсе что рис или гречка не больше гречка нравится и надо из нас делать дураков ну ясно тогда давай пока стрелки не очень здесь ухажер ну как бы есть мужчины которые мне уделяют знаки внимания вот но как бы я ни с кем не встречаюсь и ну то есть короче парня у меня нет вот и парни меня нет мужем не нет вот так это у меня есть сын самое главное стихи читаешь очень красиво спасибо вам большое губы опухают от геларонки врешь что не водила не знаю у меня по утрам бывают опухают губы еще лицо мне бывает опухает я пью драйн эффект я не знаю что что запознание вообще где найти твой номер ватсап он в шапке профиля в инстаграме ты злопамятная нет на самом деле я не злопамятная очень быстро отходчивая и забывчивая поэтому как гостях у рэн провела время хорошо не прикидывайся хороший ясно как изменилась я помню как ты стреляла тоже такая я тебя люблю ты хорошая такая спасибо я такая какая есть поэтому любимый фильм я не знаю последнее время а последний фильм который посмотрел это бабушка легкого поведения очень очень прикольный фильм смешной нам друзьями очень понравилось ладно ребяточки я попозже еще зайду поехала я в офис заниматься делами работать я попозже если что еще зайду всем пока блин что же он не выходит даже выйти на